И пока, да, тасуется эта карта из генералов, и очевидно, Путин занял выжидательную позицию, то есть уже мнение о том, что происходит и откровенная, открытая, даже с огнем, и в самом Кремле, игра или битва между теми самыми башнями Кремля. Сегодня мы обсуждаем тему этих двух дронов. Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, заверил президент Украины. Мы не атаковали Путина, мы это трибуналу оставим, сказал Владимир Зеленский. Российские власти же обвинили в ударе Украину. А как вы считаете, имеет ли место та версия, что то, что сегодня мы все увидели на этих кадрах, это была спецоперация ФСБ? Не знаю, я думаю, что там как минимум две версии. Это может быть спецоперация ФСБ, и это может быть все-таки действительно усовершенствованные дроны, которые долго-долго тренировались в облете противовоздушной обороны Москвы, и все-таки нашли дорожку и нашли уязвимые точки. Вопрос, на самом деле, решается очень просто. Надо показать эти дроны. Если эти дроны украинские, это будет понятно. Если эти дроны не украинские, а какие-то, сделанные там на чьей-то коленке, или там сделанные российскими руками для того, чтобы устроить провокацию, то, что понятно. Если обломки дронов не показывают, ну это плохо для российской пропаганды, поскольку возникает сомнение, они сами ли они там устроили. Но у них в любом случае, по-любому ситуация плохая. Я могу предположить, что это действительно успех, удача украинских вооруженных сил. Почему? И когда говорят, они долго молчали. Я думаю, что если это действительно атака вооруженных сил Украины, они просто в шоке были, в глубоком шоке, не знали, что делать. То есть, если ты признаешь, что это дроны украинские, а они признали, то это означает, что ПВО вокруг Москвы нет. И что прилет дронов может быть в любой момент, в любую точку, и безопасных мест в Москве не останутся. Это первое. Если это дроны, даже каких-то провокаторов, сделанные специально для этой цели, потому что меня смущает только одно во всей этой видеосъемке, которая есть, малый заряд, очень малый заряд взрывчатого вещества. Там взрывается дрон, и мы видим, что там как гордо развивался российский стяг, над которым дрон взорвался, вроде должен был его спалить. Он так и продолжает развиваться. То есть, мощность взрыва была недостаточной, незначительной, вернее, скажем так. Вот это меня смущает. А так, даже если это провокация, то это означает, что там могут начать бурления, что Путин уже ничего не контролирует, что там кто хочет, то запускает, кто хочет, прямо по крему взрывает. То есть, там в любом случае у Путина нет хорошего итога того, что произошло ночью. Нет хорошего итога. То есть, это либо полная беззащитность перед украинскими дронами, либо это уже потери власти и управления, каждое дело все, что хочет, вот для того, что запускает, так сказать, там какие-то фейерверки и полубоевые или боевые заряды по Кремлю. Ничего хорошего в этом для Путина, для его режима абсолютно нет. Борьбой башен Кремля между собой это могло быть? Нет, нет, никаких там башен Кремля нет. Сейчас могут быть только какие-то внутренние кланы, которые борются между собой очень скрыто, подлыми, так сказать, нет или им подставлены. Возможно, они уже думают, и я тут согласен с вашими предыдущими спикерами, возможно, они уже думают о токсичности Путина и думают, а что же делать в этой ситуации, когда нужно будет спасать свою шкуру, а не шкуру Путина. Я думаю, что такие мысли приходят каждый день по многу раз в голову, но пока мы не знаем, способны ли они к действиям. Наверное, они когда-то точно будут способны к действиям, но мы об этом с вами узнаем в сообщении о том, что жизнь Путина или его там свобода, или его пребывание власти как-то неожиданно совершенно закончились рано утром. Мы проснемся, и вот это состоится. До этого мы с вами по логике, по теории заговора ничего не должны знать, значит, никакого заговора не состоится. Но будем надеяться на лучшее. В любом случае, я думаю, что у них сейчас каждый день нарастает тревога за свое собственное будущее. Я имею в виду тех людей, которые ходят на окружающие. Геннадий Владимирович, но тем не менее, они озвучили на всю страну эту версию, о том, что их атаковала Украина. Тем самым признали свою слабость, как минимум слабость противовоздушной обороны. Кстати, очень интересная деталь. В вечерних новостях на Первом канале Россия-1 и НТВ не показывали кадры вот самой атаки беспилотников. Они отраженкой старыми кадрами перекрыли. Это все тоже, в общем, интересно. Архивными кадрами это все показывали. Но у народа-то остались вопросы о слабости армии, о слабости противовоздушной обороны. Чего Украине ждать в ближайшее время? Что ждать Украине? Как используют, да. Я не думаю, что чего-то особенного. Потому что если бы Путин мог что-то сделать больше, чем делает он сейчас, он бы это давно делал. Но они могут, может, чуть-чуть перестроить стратегию тактику на нанесение ракетных бомбовых ударов. Они могут попытаться, например, сосредоточиться, сконцентрировать все запускаемые ракеты в результате какой-то ракетной атаки по Киеву. Ну, могут. Но давайте мы скажем так, что Киев сегодня к этому готов гораздо больше, чем Москву. Но гораздо больше. Мы, к сожалению, каждый день видим, как Российская Федерация уничтожает украинские города. И сейчас, после того, что случилось сегодня, после этой новости, этих заявлений Кремля, которые достаточно, не то чтобы неприятные, они, давайте прямо скажем, они мерзкие. Стоит ли ожидать и еще более мерзких поступков? Например, провокации под украинским флагом. Диверсии с обвинением украинцев, опять же. На территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации. Знаете, у путинских исполнительных есть такое врожденное качество, объясняемое тотальной деградацией административно-командной системы, которую я называю рукожопие. Они их чуть не сделают, у них все через это место получается. И они, может быть, и рады бы сделать провокации какие-то, но у этих провокаций торчат такие слоновые путинские уши, всякие эксперт-службы и так далее, и у всяких прикормышек кремлевских, что они только в минус работают для режима. Я, конечно, понимаю, что, может быть, все, что вы говорите, но уж слишком они деградировали. Они ничего толком-то сделать не могут. Они даже Путина показать толком не могут. И сразу возникает больше вопросов, чем ответов. Даже когда они показывают Путина, который как мачит, то в легкой камере, в обычной едет по Мариуполе, то Гоголем спускается по трапу самолета, ну и так далее. У нас с вами возникает куча вопросов. Или там рука его проходит сквозь микрофон, и сквозь, так сказать, светлые лик-стюардессы. Но, понимаете, вот это вот рукожопие, оно им мешает. Оно является врожденным пороком путинской системы. И это будет нарастать, потому что деградация системы, она продолжается, она каждый день идет. И мы это видим с вами даже по замене военных. Там, говорят, уже 50 или 60 человек меняли эти все генералки, перчатки, чтобы хоть чего-то добиться какого-то эффекта. То есть вот это вот рукожопие, уж извините, я повторяю за эту тему, оно им не дает возможности даже подлые вещи совершать, потому что эти подлые вещи, но крио делаются, и только играет против них, играет на минус для них. Субтитры создавал DimaTorzok